привет друзья меня зовут кузнецов сергей это канал опыт чудака и сегодня девочки не остались дома отдыхать после мангут кале ну а я отправился гулять и сегодня я покажу вам пляже в районе автобата непосредственной близости от мыса фиолент это будут закрытый пляж и открытый пляж также посмотрим место где можно прыгать со скалы с привязанным за ноги резиновым канатом так называемые sky jumping все это находится совсем недалеко от того места где живут наши родные где мы сейчас остановились так что поехали друзья смотрим до конца все а тут маленькая кнопочка есть я хорошо иметь работящую жену весь дом построила мне я в гвозди попросил а подавать итак дорога от дома где живут наши родные до моря занимает порядка 15 минут пешком и вот мы оказываемся на таком обрыве очень живописное место и вот он закрытый пляж автобат почему закрытый потому что войти в него могут не все ключи на этот пляж продаются иногда просто раздаются видимо только избранным можно по-разному к этому относиться особенно потому что сделать такой проход была личная инициатива узкого круга людей постоянно по этому поводу идут без пусть и даже суды но море такой спуск такой пляж в районе 800 ступенек говорят попробуем сейчас спуститься посмотреть конечно для северного человека равнинного как для меня необычно такие обрывы посмотрим немножко может быть даже не по себе кажется рядом со скалой купаться ну ничего посмотрим а а а а а а а а Ну так, тяжеловато, конечно, отпускаться, но в принципе все это довольно безопасно. Я немножко хуже даже себе все представлял. Строилось данное сооружение узкой группой лиц. Для сих пор вызывают споры строительства, потому что это все так называемый самострой, никакой настоящей приемки не было всего этого дела. Какие-то обрушения здесь происходят периодически. Но говорят, в сравнении с тем, что было раньше, все стало намного приличнее и аккуратнее. Но само то, что и попасть сюда не каждый может, и то, что непонятно, какие нормы тут соблюдались. До сих пор я знаю, что идут суды по поводу того, что закрыть этот уже закрытый пляж или оставить так. Ну а место само по себе это очень красивое, если не сказать больше, оно просто прекрасно. Порой собирается здесь очень много людей, потому что поблизости такого более-менее нормального пляжа больше нигде нет. Очень красиво на самом деле. Если вы побываете в этих местах и сможете попасть на этот закрытый пляж, очень рекомендую сходить, особенно пока его окончательно не закрыли, пока его не запретили полностью. Когда-то здесь даже таразанка была начнута, так говорят. Просто по таразанке метров 15 последние люди спискались и поднимались. Но я думаю, что это было еще более опасно, чем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и в непосредственной близости вот этого закрытого пляжа существует открытый пляж Автобат. Пожалуйста, каждый может пройти. И давайте посмотрим, что же происходит там. Намного ли там безопаснее, а может быть и опаснее. Здесь же на автобате воинская часть находится. Стоят комплексы С-400, автоматные гильзы разбросаны. Пожалуйста, нашел гильзу и сохраню ее на память, пожалуй. Вообще на территории Крыма огромное число воинских частей. Были когда-то украинские части, были когда-то советские части, ну а теперь российские воинские части. Вот интересное наполнение. Море оказалось бы внизу под скалой. Скала очень высокая. Ну, по меркам Крыма, имею ввиду. То есть по меркам равнинного человека. То есть все равно высота довольно высокая, скажем. Вот здесь на обрыве, на горе, ракушки. Все усеяно ракушками. То есть это, получается, вода здесь была когда-то. Но, я вот не знаю, в недавнем прошлом были такие на воде. Подымалась ли так высоко вода? То есть, если недавно этого не было, то получается этим бравушкам, ну просто очень много лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Происходят прыжки Так что Если вы решили покончить с собой То пожалуйста можно прийти Прыгнуть Я не очень люблю Такие дела Хотя это интересно было посмотреть В этот день я не увидел непосредственно Как люди прыгают Когда я подходил уже Убирали Приспособление для прыжков Но тем не менее было бы интересно Понаблюдать за происходящим Ну сам бы я наверное бы Не стал прыгать Да и в принципе никому не советую Я надеюсь вам понравилась моя прогулка Надеюсь это видео было вам интересно Меня зовут Кузнецов Сергей Это канал опыт чудака Открывайте следующее видео Будет очень много интересного Вы увидите еще очень много Интересных роликов из Крыма Ну а я верю Что все будет хорошо Ну по крайней мере Когда не будет Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok